В фойе Республиканского Дома культуры немноголюдно. Согласно требованиям Роспотребнадзора, заполняемость сала должна быть не более 30%. На входе ставшие привычными обработка рук и термометрия. Все в масках. Но и эти неудобства не страшны. Зритель соскучился по любимым артистам. Ансамбль Келла всегда поражал публику красотой уникального многоголосья. Удивлял необычными костюмами и радовал исполнительским мастерством. После вынужденного продолжительного перерыва из-за пандемии артисты Келла в преддверии нового концертного сезона подготовили программу, которая показывает все многообразие и самобытную культуру мордовского народа. Артисты очень скучали. Я скажу, что не просто прошел этот период. Очень много проблем, так как мы не солисты. У нас хоровое пение, у нас ансамблевое пение. Мы должны сплачиваться, мы должны многолосно петь. Поэтому немножко нас подкосило. Но ничего. После отпуска мы вышли, мы потихонечку нормализовались, стали работать. Старинные мордовские народные песни, наигрыша, обрядовые сцены слушателей порадовали как хоровыми, так и сольными номерами. Коллектив настолько профессионален, что даже после продолжительного периода самоизоляции программу подготовили очень быстро. Где-то за неделю эту программу подготовили. И вот как будто, не знаю, сколько не были на сцене, и вот столько сил появилось, и опять столько волнений, как будто мы сегодня первый раз на сцене. В 2022 году исполняется 100 лет со дня рождения исследователей и собирателей народного музыкального творчества, известного композитора Георгия Сураева-Королёва, который и основал легендарный ансамбль. Артисты Келлу готовятся отметить эту дату новой концертной программой. Лина Буянкина, Виктор Кирдеев, Сергей Соколов. Народные новости.